Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Ега. Ваше невезение растет, вы учитесь быстрее, когда вам не везет, но вы в опасности, учтем, так ну что у нас тут, продолжить, добро пожаловать гости дорогие, рад видеть вас, скажу привет, что привело вас, уж очень нужен ваш совет, яга костяная нога, яга великая, все это я, ты хочешь управлять? Судьбой царя? На его трон я нашлю печаль, злой рок и беды. Законный царь как всегда был зол, и испытание не прошел, сказал он мне убраться прочь, лишь хлебом мог бы мне помочь. И когда стража прогнала меня от врат его дворца, я сразу выбрала заклятие и наложила на него проклятие. О, я уйду, но знаешь же, царь, как ты относишься к другим, тебе вернется, будь учтив, кого преследуют ужасные несчастья, займет твой трон и свергнет в одночасье. Но если силой ты его убьешь, все царство превратится в прах и ценность ему грош. С тех пор он каждый день искал несчастного, чтобы к нему попал. И вот нашел Ивана Кузнеца. Без оберега, без руки, кольца. Очень интересно. Яга, подруга, послушай, пойми, опыт ты наш на время возьми. Руками Ивана очень нам нужно волю твою исполнить дружно. Кузнец! А что тут выбрать? Давай, наверное, возьмем... Да, мой повелитель. Ты работаешь в деревне и ходит молва, что беда ходит за тобой по пятам. Сломанные мечи, согнутые гвозди, раздробленные шлемы, раскошенные колеса. Все, что ты когда-либо сделал, превратилось в пыль. Ты приносишь всем нам лишь несчастье. Позвольте мне объяснить. Однажды мы с бабулей были дома. И она сказала мне... О, Иван, снова все мои иглы сломаны. Не мог бы ты выковать новые для своей бедной старой бабули. Конечно, бабуля, я сделаю для тебя несколько новых игл, которые будут настолько крепкими, что ими можно будет сделать цепи. Вот только нужно найти заколдованное железо. Будь осторожен, Иван. Не беспокойся. Если в мире есть невзгода, то я с ней не знаком еще. И коли будешь странствовать, ты поищи в путешествии себе жену. Хе-хе, жену. Ладно. Позже, в тот же день, я шел по прекрасному лесу и даже не подозревал, что меня ждет. А что нас будет здесь ждать? Интересно. Мой путь был перекрыт. Мне пришлось пробивать себе путь молотом. Да? Ну-ка. Ага, точно. Мне пришлось пробираться через острые шипы. Я быстро прошел через них, чтобы не пораниться. Ага. Спейс-перекат. Отлично. Надо мной нависали дикие животные. Я был готов драться. А где? Где животные? Воу-воу-воу-воу! Это у нас волк. Да-да-да. И кабан ползет еще. Ух ты, ничего себе, он камни может швырять. Это хламон. Иди сюда. Да что такое-то? Попасть даже не могу. Все, делов-то. Получили какие-то части тела. Устав от боя, я вышел на поляну. И там меня ждали проблемы. Музыка такая прикольная. Опять нужно пробивать себе путь. Ну, это в принципе ерунда. Дорогой странник с красивым лицом. Что привело тебя сюда, в логово-лиха? Бабуля на пороге оставил я. Сюда на поиски волшебной руды придя. Ты ищешь чары волшебные? Ты зашел в тупик? Сопутствует ли тебе удача, мужик? Хе-хе-хе-хе. Так. Злой рок для слабаков, наверное, возьмем. Я думаю, это будет оптимально. Злой рок? Я думал, это всего лишь сказки. Усердная работа и терпение всегда дают свои плоды безопаски. Значит, ты не веришь ни во что. Все с тобой ясно. Похоже, что судьба благосклонна ко мне. И не напрасно. Пойдем со мной, пока не похудел. Слопаю тебя. Ты как раз на мой ужин успел. Давай-ка, наверное, выберем с вами... Ну, ведь сейчас время обеда. Поздно уже, пора поесть. А ты как раз оказался здесь. Теперь ты узнаешь, что злой рок это правда. Ведь это и есть имя мое. А ты моя еда. Это оправдано. Ух ты. Так, бабуля. Что-то у нас сразу, ребят, боевка. Ну, поверьте, лучше с ней подраться, чем к ней на обед идти. Ну. Слушай, ребят, да мы ее сейчас завалим. Ой. Наверное. Так. Получи... Что такое? Когда устал от боя я, взмахнул я молотом с плеча. Она внезапно засмеясь. Разбила молот, не боясь. Я бросился бежать тот час. Без шанса на молитву. И тут прервал вдруг мой обзор, торчащий в дереве топор. Ну, как удача вдруг настала, я понял, что рука застряла. И занесла смертельный нож над головой моей. Ну, что ж. Пока она над мной качалась, я увернулся, но попалась рука моя под нож ее. Она про руку не забыла и восклицала. Ах, как мило. Я еле ноги уволок. Я побежал, но кровь лилась. Ручьем, капля за каплей, я думал, что смогу уйти, но грохот услыхав. Я в брызгах крови вниз упал. Тогда, сознание потеряв, я слышал плач. Он мой, отстань. И помню, что истекшей кровью проснулся я в деревне с адской болью. Хм, вот такая, ребята, у него случилась история. Это очень грустная история, но она подтверждает то, что злой рок будет вечно преследовать тебя. За это я должен изгнать тебя. Я должен изгнать тебя и запретить возвращаться обратно. Но я милостивый государь. Вместо этого я дам тебе шанс достать мне нечто ценное, что позволит вернуть тебе доброе имя. Ступай вдаль и дальней и верни мне силушку богатырскую. Ничего себе у него заявочки. Но ежели вернешься ты с пустыми руками, моя стража мигом прогонит тебя прочь. Так, что нам выбрать? Наверное, денежку, да? Мне нужны деньги. Чтобы я смог отправиться в путь, чтобы отправиться в путешествие, мне потребуется несколько копеек. Копеек, так и быть, я добрый. Вот, возьми. Но используй их с умом. А теперь отправляйся в путь и не возвращайся обратно без силушки богатырской. Вот такое вот, ребята, у меня задание. Найти королю силушку богатырскую, видите ли? Ну что же. Мы с вами вышли, да? От короля и... Бабушка нас тут ждет. Хе. Иван, мальчик мой. Я знаю, что случилось. Гадкий царь отправляет моего мальчика за тридевять земель вместо того, чтобы искать жену. Что ты собираешься делать, Иван? И у нас тут есть выбор. Задание получено, не переживай ни о чем. Это шансы добыть золото. Так, давай, наверное, задание получено. И пусть оно кажется невозможным, но делать я должен то, что должен. Послушай, мальчик мой. Я знаю историю, которая давно позабыта. В ней говорится о яблоке, которая может любого сделать таким же сильным, как бык. Так, думаю, ты мог бы преподнести этот фрукт царю. Яга знает, где его найти. Тому же до нее рукой подать. Хм, яблоко? Как яблоко может дать силу? Да, Иван, яблоко ведь непростое. Яблоко-то золотое. Нужно сорвать его с ветки, как только оно созреет. Каждые семь лет спеет только одно яблоко. Возможно, сейчас самое время. Баба Яга узнает. Найди ее. Она скажет тебе. Баба Яга? Могущественная ведьма, живущая в чаще леса. Ее избушка стоит на курьих ножках. Я расскажу тебе старое стихотворение о ней. С опаской ночью ходит и в лесу. Там рядом Яга гладит косу. Напротив избушки череп на пике стоит. Разный люд о Яге говорит. Совет может дать колдовством одарить, а может и в печи приготовить. Если ты найдешь ее, она сможет дать тебе ценный совет. Хм, я отыщу ее. Я отправляюсь к Бабе Яге. Пожелай мне удачи. Я рада, что ты послушал меня, но ты же не собираешься идти с пустыми руками. Ей нужно будет что-то подарить при встрече. Говорят, что лучший подарок для нее это червивая кость и тряпка, пропитанная потом бедняка. Хм, червивая кость? Фу, где я найду червивую кость? На кладбище, конечно же. Но не выкапывай ее сам, попроси гробовщика. У него должны быть кости из старых могил, которые он чистил. Так, пот бедняка? Бедняка пот? Да, это легко. Поговори с фермером-косарем, который живет за церковью. Он самый бедный крестьянин в деревне. Он и его брат. Ну что же. Я пойду к ним, бабуля, и попрошу их о помощи. Вот, возьми несколько копеек с собой. Тут немного, но это все, что есть у меня. А теперь ступай, Иван. Помоги им, если понадобится. И зайди ко мне, прежде чем уйдешь. У меня еще много есть, что тебе рассказать. Я хочу дожить до того дня, когда ты женишься. Прежде чем отправиться в путь, зайди в свой дом и смастери себе оружие. Оно пригодится тебе во время путешествия. И коли будешь странствовать, ты поищи и в путешествии себе жену. Вот такая вот у нас бабуля. Так, ну что же, давайте посмотрим, ребята, что мы здесь можем... Так, это кто у нас такой? Кузнец, не хочешь ли перед уходом получить благословение? Так, ну что же, давай попросим. Так, бог слышит. Нам хлеб. Нет, ребят, это что-то не то. Я не хочу такого благословения. Я думал, действительно, там что-то будет хорошенькое. Так, выходим. Так, значит, нам нужен гробовщик. Ух ты, а это кто? Они украли крышку моего гроба. В этой деревне не дают ни жить, ни умереть нормально. Кто это сделал? Думаешь, я бы был бы тут, если бы знал это? К чему тогда эта надпись на моей могиле «Покойся с миром», если мне не позволяет даже этого сделать? Почему мертвецу просто не оставаться мертвым? Василий. Так, это, конечно, все интересно, но... Да, елки-палки, где гробовщик? По идее, должен быть рядом с кладбищем. Так, смотрите-ка, ребята, кто у нас тут стоит. Добрый день, Иван. Я тебя как раз вспоминал. С каждой новой могилой моя лопата копается все хуже и хуже. Она затупилась и теперь словно деревянная ложка. А копать могилой ложкой невозможно, не так ли? Поможешь мне, кузнец? Ну, давай посмотрим. Так, выковать новую лопату за 100 копеек. Я думаю, это оптимально для нас, да? Обычно это стоит 200 копеек, но для тебя... Я сделаю новую всего за 100 копеек. Думаю, это дороговато. У меня будет туго с деньгами несколько недель. Но что я могу сделать? Мне и вправду очень нужна эта лопата. Давай посмотрим. Хорошо, давай посмотрим. За 25 копеек попробуем. Я сделаю тебе новую лопату. У меня есть немного лишней руды. Но это будет стоить 25 копеек. Ну что же, крепкая и прочная лопата стоит того. А теперь посмотрим, как работает кузнец. Наковальня у меня с собой. Вот твои монеты, спасибо. Это хорошая лопата. С ее помощью я смогу вырыть много новых могил. Ты помог мне. Чем я могу тебе отплатить? А у нас как раз тут задание. Мне нужна кость, гнилая и кишащая червями. У тебя есть что-нибудь подобное? О, у меня в карманах всегда найдется парочка таких. Вот, держи. Ее очень сложно сломать. Держи. Хм, хорошего дня. Благодарю, Иван. Ну что же, отличненько, да? Одно задание сделали. Теперь нам нужен пот бедняка. Надо нам найти фермера, да, по-моему, там, или косаря. Вот он. Нет, не он. А ну-ка, поговорим. Иван, не встречал ли ты моего брата? Он должен был продать мое сено. Уже два дня прошло. А от него невесточки. Надеюсь, этот глупец не пропил все до последней копейки. Зима совсем близко. Нам нужна еда. Хм. Так. Если я найду его, ты дашь мне эту красную повязку, что у тебя на голове? Эту? Она защищает мои глаза от пота, но я отдам ее тебе. Я поищу его. Но с чего мне начать? Благодарю, Иван. Рынок, что рядом с фермами, он должен быть где-то там. Хм. Фермер-косарь. О, детишки тут играет собачка. Что такое? Погладить собаку. Хм. Да, ничего не происходит. Тут кто-то на огороде копошится. Ох, а деревня-то не маленькая, ребята. Скажи-ка, дорогой кузнец, как твоя рука? Не нужна ли тебе волшебная поддержка? Может применить чары? Хм. За небольшую палату я могу сделать копию того волшебного предмета, что у тебя есть. Ага. Копию. Это очень интересно. А это кто у нас тут? Приветствую. Не хочешь ли купить обереги? Торговец. Ну, давай посмотрим, что у тебя есть. Вот что я могу сегодня предложить. Так, заставляет врагов подойти поближе, если его бросить издалека. Хм. Оглушает врагов на некоторое время и вы исцеляетесь при поражении врагов. Ну, на палец вампира мне не хватит. Давай купим, наверное, электрического угря. Как бы средненькое. Прекрасно! Так, ну и все, наверное. Денюшки нам еще пригодятся, я надеюсь. Ну что, вроде бы всю деревню мы с вами уже оббежали. Так, пойдемте дальше. Хм. Так. Сковать. Так, собрать руду, смастерить. Ага. Тут у нас ничего нету. О! Молот. Так. Я так понимаю, ребята. Вот так это делается. Ну и... Основной инструмент кузнеца подходит для ковки ударов и бросания в дальние предметы. Так, создаем. Надеюсь, этот молот будет лучше, чем у меня. Ну. Так. Молот дальней досягаемости. Хе-хе. Опа. Слушай, ну выглядит он по-другому. Ему не позавидуешь, куда Иван отправляется на этот раз. Ага, тут выбор у нас. Хм. Иван должен найти подарки для тебя. В деревне у грабовщика и фермера сена есть то, что нужно Ивану. Ага, понятно. Брат косаря пропал. Иван отправляется в пашиные земли, чтобы попробовать его найти. Да, наверное, мы выберем вот это задание. Нам как раз нужна будет тряпка. В какой день начинается его странствие? У нас есть четверг. Также у нас понедельник. И суббота. Так, в субботу враги наиболее ослаблены. Хм. Так, Иван более быстрый. Слушай, а давай, наверное, возьмем с вами все-таки понедельник. Надеюсь, я правильно сделал выбор. Использование магии и благословений медленно увеличивает невезение. Хе. Так. Ух ты. Невыносимая жара. Это... Это еще кто? Кто такие? Не могу понять. Крысы, что ли? Хе-хе. Кто? Что за чудики? Так. Ну иди сюда. Так. Части тела получаем. Ой, музыка какая прикольная. Опа-на. Тут еще и разбойники, оказывается, есть. Слушай, ребят, ну у меня молот крутой, да? Бумеранг. Полинка. Какая-то мне досталась. Ну иди сюда, Олух. Бросает мне там топорики. Так, ребят, а здесь тупик. Зачем я сюда шел? Хе-хе. Непонятно. Слушай, ну музыка... Меня впечатляет. Прям вот вписывается в эту игру. Ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое, ребята? Ой, шершни. Да ну. Хорош. Ребятули, завязывайте. Там еще, кстати, один летает. А когда, кстати, у нас боевка, да? Музыка меняется. Так, я понял. Отойдем. Получи. Так, что, застряло, что ли, там? Ай, не могу пробить. Вот так вот. У нас вниз... А, нет, ребята, здесь тупик. Понятно. Значит, нам нужно наверх. Хе-хе. Так, звездочка какая-то. Ага. Не хочешь ли сыра, путник? Разумеется. Ни за что не откажусь от хорошего козьего сыра. О, прошу прощения, у меня больше нет коз. В плане нет коз у тебя. Так, ну-ка поговорим с козой. Пою тебе осану, путник. Послушай старого батюшку, и я тебе щедро награжу. Ну, ты ведь козел. И батюшка. Нет, давай, наверное, все-таки возьмем первое. Ты говорящий козел, о каком батюшке ты говоришь? Не обращай внимания на мои копыта. Я точно батюшка. Это такая же правда, как то, что трава зеленая, а небо голубое. Меня всего лишь немного наказали. Кто тебя покарал? Как это кто? Бог и покарал, видишь ли. Сатана искусил меня и вверг в стяжательство. В минуту слабости я начал ради заработка рядиться бесовским козлом. Так, расскажи, что было дальше. Чем все закончилось? Я заработал деньжат, но за такую удачу пришлось платить. Бог наказал меня за это прегрешение. Костюм стал моим настоящим обликом. Жене я был больше не нужен, и она продала меня этому чокнутому пастуху. Хм, помогу, чем смогу. Думаю, ты искупил свой грех. Я спасу тебя из загона. Я буду тебе самым верным другом. Я буду носить грузы, сбивать с ног твоих врагов, исцелять тебя своими благословениями. Все, что попросишь, только выведи меня из этого загона, умоляю. Хм, посмотрим, что я смогу сделать. Я пока ничего тебе не обещаю. Поторопись, кузнец, у пастуха на меня свои планы. Хм, интересно. А как мне спасти этого козла? Ой, опять! Опять эти бандиты здесь. Минус один. Ну, подходи по одному. На всех хватит моего молота. Что там, ребята, выпало такое интересное. Так. Сломанная подкова. И золотой зуб. Так, что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сколько вас много! Так, это что еще тут? Да ну! Так, ребята, там какое-то пугало! Так. Ну, я сейчас доберусь до тебя, а? Я до тебя сейчас доберусь! Действительно, ребята, какое-то пугало. Фига, ну тут бросает в меня свои пики. Е-е-е! Ладно, двигаемся дальше. Да чтоб тебя! Может, хватит уже, а? Вам что, мало досталось, что ли, в первый раз, а? Хе-хе-хе! Ну, пугало огородное. Я сейчас... Ой, ребята, что-то я как-то медленно двигаюсь. Ага, стабилизировался. Да чтоб тебя! Я не могу... Оно, когда надувается, я его не могу подбить. Такой медленный, да? Хе-хе-хе! Так, ну ладно. Забираем части тела. Я не знаю, для чего они нам нужны. Но, видимо, для крафта. Ох ты! Сундук лежит. А в нем... А в нем, ребята, монетки. Так, деревянный гребень какой-то там выпал. Я не могу понять. У меня здоровье 120, я так понимаю, да? А вот что такое 70? Пока непонятно мне. Так, значит, нам нужно возвращаться... Смотрите, кстати, наверху, ребята, тоже есть звездочка. Давайте-ка мы, наверное, сходим сюда. Опачки. Ну-ка. Хвала души твоей! Я так рад, что мы встретились, дорогой кузнец. Я уже думал, что бричон. Должно быть, мой братец сильно беспокоится обо мне. Как ты оказался привязанным к дереву? Я продал на рынке все сено моего брата. Но на обратном пути, домой, шайка разбойников загнала меня в тупик, обобрав дучиста. Сжалься, не оставляй меня здесь одного, умоляю, освободи меня. Хм. Ну, развяжем давай. Немедленно. Благослови тебя, Господь Иван. Но я должен еще кое о чем тебя попросить, если осмелюсь. Нас с братом настигла ужасная нужда. Нам очень нужны эти деньги. Без них нам в буквальном смысле не пережить эту зиму. Дорогой кузнец, если бы ты смог вернуть нам украденные разбойниками деньги, мы бы вечно были в долгу перед тобой. Наверняка их лагерь где-то недалеко. Хм. Пойдем вместе? Что же, тогда пойдем вместе, поможешь мне. Ну, чем, дорогой кузнец? Я бы с радостью помог тебе. Однако, несчастью, никудышный из меня боец. Единственное мое оружие слова. Не беспокойся. Я сам со всем справлюсь. Тебе нужно найти 100 копеек. Удачи. Так, ребята, 100 копеек. Что это у нас тут за вилка? Должно быть, он использовал это для своей защиты. Конечно, возьмем. Возможно, это мне пригодится. Так, острая вилка. Ну что ж, давайте искать лагерь разбойников. Так, тихо. Это, наверное, он и есть. Минус нет. Сейчас проверим. Так, один минус. Второй минус. По одной монетке собираем. Так, ну-ка, давай в бочку. О! Короче, бочка, ребята, когда вот это вот взрывается, она убивает всех вокруг себя. Я понял. Ох ты, а это что? Эта цепь может мне пригодиться. Так, что мы тут делаем, ребята? Ого! Теперь я могу перебраться. Через шифт. Так, подожди. Опа! Неплохо, да? Не с места, что тебе нужно! Хм. Вы украли. Вы обокрали бедолагу, забрав честно заработанные им деньги. Верните их. Ничего мы не крали. Нас самих ограбили. Да, мы преступники. Но мы же не грабим простой народ. А теперь оставь нас, пока мы тебя не проучили. Вор всегда останется вором. Вам меня не обмануть. Или просто уйти. О, я даже не знаю. Ну, по идее, ребята, я все-таки, наверное, выберу первое. Была не была. Вор всегда останется вором. И не важно, у кого он крадет. Настал час расплаты. Парни, взять его! Опа! А ну-ка! А почему главарь? Стоит на месте. Хе-хе-хе. Так, ребятули. Сейчас мы с ними тут быстренько расправимся. Так. Главарь, ты будешь драться или нет? Сундук. Так, ребята, сундук. А денег-то нету. Монетки по одной выпадают нам. А нам нужно сто. Опа! Я думал, он просто стоит. Готов, парень. Ага. Значит, я все-таки правильно сделал. Сто монеток мы с вами получили. Теперь нам нужно эти деньги отдать фермеру. Я надеюсь, он ждет меня. Блин, ну музыка тут все-таки, ребята, шикарная. Именно вот прям в эту игру вписывается. Опачки! А где? А его нету. Ты прикинь? Он уже ушел. Так, выйти. Так, погоди секунду. Я что-то не понял немножко. Ему не позавидуешь. Куда Иван отправляется на этот раз? Иван нашел пропавшего брата. Он направляется в деревню, чтобы поговорить с косарем. Различные металлы дают разные возможности вашим инструментам. Так, ну что, ребята, пойдемте к косарю. Я надеюсь, братишка-то уже пришел его сюда. Ты вернулся? И есть и новости о моем братце. Твоего брата ограбили разбойники, но теперь он в безопасности. Вот это да. А что насчет денег? Хм. Отдать соточку. Вот они. Благодарю тебя, Иван. Я этого не забуду. А вот и моя потная тряпка. Осторожнее, она мокрая. Хоу, потная тряпка, ребят. Квест завершен. Так, ну, что мы будем с вами теперь делать? Я не знаю, может быть, выйти отсюда? Давай попробуем. Угу. Иван выглядит обеспокоенным. Куда он сейчас идет? У Ивана есть подарки, которые ему нужны, чтобы купить твой совет. Он идет в лес, пытаясь найти твой дом. Ага, это мы отправляемся к Бабе-Яге. В какое время суток начинается его странствие? Хм. На восходе солнца. После завтрака его удары сильнее. Хм. Враги слабее. Слушай, давай-ка вечерком пойдем, наверное, да, ребята? Пускай будут враги у нас слабее. Так, ну что же. Надеюсь, мы найдем с вами Бабу-Ягу и получим это золотое яблочко. А может быть, совет, где его можно найти. Уверенно в лес входит. Иван широкоплечий. Хорошее местечко для совместной встречи. Ночь приближается. Посмотрим, куда приведет меня эта дорога. Тихо. Ага. Опять Кабан. А там, ребят, медведь. Так, ладно, с Кабаном вначале разберемся. Ватник. Так, железный клык. Это у Кабана-то? Слушай, а медведь-то свирепый, наверное? Что-то мне неохота с ним ввязываться в драку, если честно. Так, наверху, ребята, я вижу звездочку. Там, значит, задание какое-то будет. Слушай, знаешь, что я только вспомнил? Мы же с вами козла не освободили. Твою ж налево. Я совсем про него забыл. Так, а это еще кто такой? Эй, псс. Дай мне что-нибудь, и я открою тебе секрет. Старое дерево. Ну, давай отдадим. Я не знаю, что ему нужно, ребят. У нас всякий хлам тут. Родниковая вода. Всякие железные клыки. Хлеб. Ладно, дадим. Ха-ха-ха, наивные крестьяне. Так, атаковать. Ой, вот, возьми, забирай обратно. Еще давай, наверное, атаковать. Эй. Так, ребята, из него вываливается. Все эти монеты, прошу, перестань бить меня. Нет, еще разок атаковать. Хорошо, хорошо, забирай все. Мало будет. Давай-ка еще разок. Мужик. Ха-ха-ха, мужик. Ладно. Захотел меня надурить, а? Дай что-нибудь, и я дам тебе совет. Ага. Не на того напал. Так, что такое? О, опять разбойники. Весь лес, ребят, кишит просто разбойниками, да, дикими животными. Так, давай-ка мы вон того еще нахлобучим. А это все равно, ребят, тупик здесь. То есть, бесполезно нам было сюда вообще идти. Но мы же этого не знали. Ладушки, пойдемте тогда. Можно сходить наверх. Так, что у нас здесь? Опять драка. О-о-о-о, два кабана и медведь. А что это там медведь? Отвлекают меня еще всякие тут. Ладно, минус. Нет, не минус. Ёлки-палки, застрял. Сейчас я от медведя-то, наверное, получу с лихвой. Еще и волчара ко мне присоединился. Ёлки-палки. Так. Минус кабан. Так, волчара. Позорный. А что он светится? Смотрите. Странно. Он что, бессмертный, что ли? Короче, когда он светится, походу, делаем... А, подожди. Они спят. Никаких снов, дорогушечки. Они, видимо, так восстанавливают себе здоровье. Ё. Так, ну что? Мы с вами находим всякие части тела, и уже у нас очень много их. Когда мы их будем с вами вообще применять куда-нибудь? Надо заняться крафтом, наверное. Опачки. А тут у нас что такое? Хм. Алтарь, посвященный Макоши. Смотри, какое умиротворенное выражение на лице Ее Величества. Подношение сделаем, наверное, да? Дать предмет. Ничего не происходит. Наверное, я просто ей не понравился. Понятно, ребята. Слушай, а предметы-то она мне не вернет, я так понимаю, да? Зря только отдал хлеб ей весь. А он мне может пригодиться, наверное. Опачки. А это что такое? О-о-о-о-о-о. Привет. Как тебе моя курочка? Хе-хе-хе. Потрясающе. Никогда не видел ничего подобного. Да, она прекрасна надеясь, что скоро она начнет нести яйца. Яйца? Они будут такие же огромные? О, да, представляешь? Тогда ты сможешь накормить одним яйцом всю деревню. Только представь, какой омлет получится. Хм. Что же она ест? Ей нравятся волшебные кукурузные зернышки. Дай ей один початок, и она исполнит любое твое желание. Хм. Дать початок. Ага. А у меня нет никакого початка. Вот. Цып-цып-цып. Хм. Я вернусь. Я найду кукурузный початок и вернусь. Хорошо. Может быть, она даже снесет тебе яйцо. Как знать. Найди початок и возвращайся. Ничего другого она не ест. Хм. А где же я найду початок-то? Не знаю. Да что такое-то? Ага. Опять разбойники. Я уже, ребята, к ним привык. Они как родные мне. Хе-хе-хе. Бегай туда-сюда. Ну, минус. Так, иди сюда, хламон. Да куда ты со своим топориком? Так, ничего тут. А, нет. Серебряная вилка. Для чего она мне? Я не знаю, ребят. Так, ну, початка здесь не было. Давай сюда сходим. Хм. Да елки-то палки. Так, волчары. Позорные. На-ка. Я обожаю, ребят, свой молот. Вот этот вот. Который имеет свойство возвращаться ко мне в руки обратно. Ну, иди, иди, иди. Получи и распишись. Замечательно. Так, опять же, ребята, здесь тупик. Делать нам, походу, нечего, да? А, нет, нет. Есть. Я ошибся. Опачки. Смотрите-ка, что я вижу. Хм. Спящий крестьянин. Украсть. Хе-хе-хе. Хм. Крестьянин безмятежно спит и видит во сне своих детей. Блин, ребята, я початок у него свистнул. Это как-то... Переиграть, я так понимаю, мне уже нельзя. Короче, ребята, я только что кинул крестьянина. О, цып-цып-цып-цып. Дать початок. Угу. Вот, цып-цып-цып-цып-цып. Ой, она оставила тебе подарок. Счастливого пути, мальчик. Ух ты. Яйцо. Ну, не такое уж оно. Золотое яичко. Угу. Слушай, думаю, пригодится мне оно. Так. О, опять роднульки прибыли. Ну, ладно, давай потанцуем. Почему бы и нет? Я уже даже, ребята, не бегаю от них. Просто напрямки. Так, оно быстрее и эффективнее. Слушай, что-то мне из головы крестьянин этот не выходит. Я просто свистнул у него початок. А он спал. Надо было его, наверное, разбудить. Тогда бы он мне, возможно, не отдал бы его. Не знаю, правильно ли я сделал. Но, в любом случае, мне написали, что я эгоистичный. Так. Что? Что? Ага. Волки, кабаны. Ну, иди сюда. Ах ты. Соданул меня чуть-чуть, да, ребята? Хотя нет. В общем, ребята, 70. Это, по ходу дела, моя выносливость. Да. 120 это ХП. Красненькая паучка. А желтенькая это выносливость. Что такое? Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне не нравится это местечко. А как мне пройти? Может быть, тут можно? Погоди-ка. Ага. Все. Отлично, ребята. Что такое? Ух ты. Это... Что такое? Босс? Да ладно. Кто такой? Да елки-тыпалки. Блин, ну музыка прикольная. Так. Слушай, да и боссик-то ватный, ребят. Смотри. Так, тихо. Да елки-палки. Еще бы попасть по нему. Тут жичара, а. Так. Совсем чуть-чуть, да, ребят, осталось? Чуть меньше половины ХП. Ну, смотрите, тут легкотня. Он взлетает, надо вовремя уворачиваться. И все. Ничего сложного здесь нету. Да е-мое. Так. Бегай-бегаем. Ну что, родной? Я думаю, что тебе сейчас хана будет. У меня еще здоровья дофигища. Ну. Есть. Так. Подожди. Молю, пощади меня. Я не хочу умирать. Буковац какой-то. Хм. Пощадить, наверное, да, ребята, его? Давай пощадим. Фиг знает. В этот раз я тебя отпущу. Спасибо. Возьми это. Я использую в минуту нужды. И я приду тебе на помощь. Буковац. Прощай. Ага. Ха-ха. Что? Так. Прутик. Буковац. То есть я смогу его призвать? Ну, это хорошо. Опачки. А это, ребята, бабка ешка здесь. Собственно, персоны. Надеюсь, она меня не сожрет. Я ведь ей принес подарочки. И? Ага. Вот она. Подойди ближе, путник. Яга меня зовут. Я могущественная ведьма. Так говорит Люд. Прежде чем я узнаю, кислый ты или сладкий, скажи, ты додумался принести мне подарок или угощение. Яга, я пришел к тебе за советом. И принес кое-какие подарочки. Надеюсь, они тебе понравятся. Червивая кость из могилы и пот человека, который беднее раба. Это довольно мерзительно, но я согласна. Я выслушаю тебя. Скажи мне, кузнец, как оказался ты в этих местах? Что привело? Печаль или радость? Отвага ли? Страх? Хм. Так, яблоко. Сказала бабуля, нужно яблоко найти, чтобы свободу мне обрести. Скажи, Иван, с чего мне помогать тебе? Я очень сильно занята, и без тебя забот хватает. Хм. Так. Я не знаю, ребят, может быть, верное решение? Пф. Давай верное решение возьмем. Фиг его знает. Не буду умолять и бросаться в бой первым. Хочу совета спросить. И поступить верно. Много не прошу, лишь небольшого совета. Где золотое яблоко? Скажи мне. Что хочешь знать за это? Всегда на первом месте справедливость у тебя. Думаю, смогу я помочь. Лишь верь ты в меня. И если законный царь желает получить силушку богатырскую, нет в этом случае ничего лучшего золотого яблока. Хм. Где оно? Куда теперь мне путь держать? Далеко ли яблоко находится? Не переживай, милок. Один день в дороге, и ты на месте. Между зерном и пшеницей в полях, залитых солнцем, обильно. Яблоко растет. Охраняемый. Жарой сильный. Хм. Это опасно? Мне нужно просто сорвать его? Придется ли мне сражаться? Ничто не дается просто так. Но сражаться тебе не придется. Дерево это страж охраняет, который не одет почти. Украдешь яблоко, и печалится он станет. Это ты учти. Хм. Спасибо, Баба Яга. Помогла ты мне. Пустой, милок, но есть у меня просьба к тебе. Только ты яблоко с дерева сорви, делай, как просила, и ко мне приходи. Хм. Как я тебя отыщу? Ну, как я тебя найду? Ты будешь ждать меня здесь? Не волнуйся, милок. Я буду неподалеку. Ступай, мой дорогой кузнец. Хватит болтовни. Найди яблоко. Отправляйся. Иди в пашиные земли. Ступай. Яблоко поспелое. И чтобы не испортилось оно, тебе нужно спешить, иначе задание можешь провалить. Теперь ступай, дорогой кузнец. Поработай своей крепкой рукой. Или тебе нужны чары колдовские? Может, приворот? Хм. 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 Благословляю тебя, дитя. Хм. 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 Я даже не знаю, ребята. Теперь на тебе чары пленящиеся. Так, благословение медленно увеличивает ваше невезение. Чё я взял? Если у тебя заколдованная вещь, я могу сделать такую же за скромную плату. Хм. А у меня нету ничего. Прутик буковатцы есть только. Брусти на землю, чтобы вырос лес. Хм. Ладно, ребята. В общем, пойдемте-ка мы, наверное, отсюда. Какой-то дурацкий я, по-моему, ребята, благословение себе выбрал или нет? Нормуль. Все отлично. Так, ну что, друзья, выходим, наверное, да? Судьба Ивана зависит от его выбора. Чему научился Иван? Чем раньше они умрут, тем лучше. Вы двигаетесь быстрее рядом с нечистыми существами, да? Моя плоть чиста плюс один к телу. Так. Чего я только не делаю ради денег. Выносливсть восстанавливается, когда вы получаете золото. Давай вот это, наверное, с вами возьмем. Так. Так, ну что, дорогие друзья, я думаю, что здесь, наверное, есть автосохранение. Мы будем с вами закругляться. И если вам игра понравилась, обязательно увидимся в следующей серии. Так что всем пока и удачи. До скорых видосиков. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...